Этот человек поступил абсолютно честно в отношении Resident Evil. Он любил его. Я знаю, что он внес изменения 25 лет назад. Он попытался переработать материал и сделать его еще лучше. А также взять ту оригинальную игру и сказать, что речь идет о том, какие вещи вытворяют корпорации с маленькими городами и о том, как они просто попирают обычных людей. И это связано со многими темами из других его фильмов. А есть ли что-то в более длинной версии, то, что никогда не было обнародовано? Это признак того, что для рекламы было снято больше кадров, чем опубликовано. И я как бы общался с тем, у кого еще может быть эта копия. Он относился к людям, как к друзьям и семье. Вы реально можете почувствовать потерю, когда они говорят о нем в прошлом. И, простите, я стал уважать его еще больше. Всем привет, ребята! Джей Джей здесь и добро пожаловать в «Резиденцию зла». Для меня большая честь и привилегия присоединиться в это время к режиссеру Брэндону Солсбери, который снял документальный фильм под названием «Обитель зла Джорджа Ромеро». Брэндон, приятно встретиться с вами. Спасибо, что нашли время пообщаться. Можете ли вы рассказать для людей, которые не знают, что такое «Обитель зла Джорджа Ромеро»? В 1998 году Ромеро был нанят студией Константин Филмс, чтобы написать сценарий, срежиссировать и адаптировать игру Resident Evil. Это было после того, когда предлагали Аллану Макклорою. И тогда Джордж взялся за это дело. И через какое-то время его отстранили от проекта. Так что наш документальный фильм охватывает не только влияние Ромеро на создание игры Resident Evil, но и его история с серией, включая съемки рекламного ролика для Resident Evil 2. А также, что привело его к участию в фильме, что происходило за кулисами и что он в конечном итоге так и не смог осуществить. Очень интересно. Мне выпал шанс посмотреть, и это действительно круто. Много информации, которую многие люди не знают. Например, что входило в этот проект и обо всем за кулиси. Брэндон, расскажите мне о вашей истории серии Resident Evil. В какую часть вы впервые сыграли? Какие знаковые моменты вам больше всего понравились? Что именно привело вас к съемкам, к режиссуре документального фильма Resident Evil Джорджа Ромеро? Я увлекся серией Resident Evil еще в 1998 году. В декабре 1997 года у меня появилась PlayStation 1. И именно тогда маркетинговая компания Resident Evil 2 развернулась прямо в Рождество. И я помню, как по телеку крутили рекламу. Я слышал безумный голос. Я только что подстрелил этого парня, и он не падает. Показали полный хаос. Некоторые враги выглядели как монстры без кожи, а в переулке был живой зомби. И я понятия не имел, что это. Я навсегда запомнил, что произошло с шефом Айронсом. И его культовую фразу. «Все умрут!» И появляется надпись «Resident Evil 2». И я был совершенно потрясен, потому что я вырос на любви к фильмам ужасов. А до этого никогда не играл в то, что было похоже на фильм или видеоигру в жанре хоррора. Поэтому, когда игра вышла в январе 98-го года, я сразу же поиграл в нее. И она мне понравилась. И вернула воспоминания о том, когда я был молодым и смотрел фильм «Ночь живых мертвецов», режиссером которого был Ромеро. И я как бы снова влюбился в зомби-жанр. Уже тогда ходили слухи о том, что Ромеро, возможно, будет режиссером фильма «Resident Evil». Это заставило меня пересматривать его фильмы и снова влюбляться в них. Они были невероятно жестокими и устрашающими, как в моей юности. И я воссоединился с ними. Играя в «Resident Evil 2», я выжимал из нее все дерьмо. Например, все различные комбинации сценариев, открывающие четвертого выжившего. А потом я поиграл в «Resident Evil 1». И мне действительно трудно оценить, какая из частей мне нравится больше. Потому что «Resident Evil 2» — моя первая любовь. Я просто обожаю оригинальную игру за ее атмосферу. Полицейский участок, головоломки. Мои любимые моменты из игры — например, шеф Айронс со своей культовой репликой. Мне нравится его разговор с Клэр. Мне нравится ликер, врывающийся в комнату для допросов. Это абсолютно ужасающая сцена. Еще эти химеры в силовой комнате. Я всегда считал их интересными. А также ужасающая последовательность действий, которую нужно выполнить, чтобы включить электропитание лифта. Если я все правильно помню. И мне просто понравилось, как все сочеталось. Эти разные жанры ужасов объединились и создали захватывающий экспириенс, которым я мог наслаждаться. Я чувствовал себя, будто нахожусь в фильме ужасов. Да, это очень интересно. Твоя история так похожа на мою. Ты уже знаешь, как я влюбился в эту серию. В то время это сильно отличалось от всего, во что многие люди играли в прошлом. Это было так жестко, ужасно и гротескно. И действительно походило на многие фильмы Джорджа Ромеро, которыми была вдохновлена игра. Так что это имеет большой смысл. Это было определенно знаково и оставило на нас неизгладимое впечатление. Когда вы играли в нее, будучи поклонником фильмов Ромеро, не складывалось ли у вас ощущение, будто вы наконец играли в видеоигровую адаптацию одного из этих фильмов? Конечно, потому что в 98-м году я наконец-то смог посмотреть «Рассвет мертвецов». Этому фильму исполнилось 20 лет. И его крутили на каком-то кабельном канале. Поэтому я посмотрел его и подумал. «Ух ты! Он снял этот фильм с яркими цветами, а потом ты смотришь на игры, и они такие же яркие. И костюмы, и некоторые локации. Это было похоже на однотонный перевод того, что чувствовалось в «Рассвете мертвецов». Где-то это весело, но в то же время жутко и очень апокалиптично. И вы знаете, поиграв в Resident Evil 2, а затем посмотрев «Рассвет мертвецов», «Вау, это почти как фильм Джорджа Ромеро». Так что это было действительно интересно. Я сразу же стал фанатом видеоигр. Потом вышли новеллы, а затем у «Вайлд Шторм» появился официальный журнал комиксов. Так что я собирал все это. Затем я зашел на некоторые сайты и присоединился к форумам, таким как Biohazard Extreme, Bioflames и Horror is Alive. Я был очень активен в этих сообществах все годы их существования. К сожалению, сейчас их уже нет. Я отлично проводил время, общаясь со многими другими фанатами. И мы потихоньку узнавали о чем-то, потому что тогда интернет был совсем другим. У нас не было всего того материала, который был в Японии. Например, правдивая история о Biohazard и заметок Тревора. Мы получали слухи об бета-версиях и прототипах, а затем узнали, что была полностью отмененная версия Resident Evil 2. И все эти годы просто впитывали эту информацию. А затем мы просматривали историю участия Джорджа в фильме и в конечном итоге его увольнение. Вы знаете, слухи такого рода были. Моя любовь была сильной, и мы просто впитывали эти вещи, которые выпускали люди. Типа, эй, кто-то перевел Biohazard, начало из реальной истории о биологической опасности. А потом и записки Тревора были выпущены. Тогда мы увидели, что с годами люди хотели перевести и сделать это намного более правильнее. Раньше получать эти черновики было действительно круто, как будто у вас было секретное знание в видеоигре, в которой вы найдете старый дневник, и как будто вы читаете эти заметки и пытаетесь собрать воедино, чтобы все это вписалось в повествование. Это очень здорово. Пройти через последние 25 лет и изучать информацию о Resident Evil из разных источников. Вы знаете, когда вы говорите, что я помню, как видел кадры из отмененного Resident Evil 2, и что этого не было в игре, это увлекательно, и сложилось такое ощущение, что вы находили их как сокровища, и в этот раз вам действительно приходилось копать. Если вы хотели что-то найти, это всегда было очень увлекательным процессом, и именно это привело меня лично к поиску трейлера Resident Evil 2 Джорджа Ромеро, который я не видел по телевизору на тот момент. Я нашел его в интернете и предположил, что это войдет в следующую часть, а потом они объявили, что собираются снять фильм «Обитель зла». Так вот, вы узнали, что Джордж был привязан к этому фильму до того, как узнали, что есть возможность снять фильм? Я узнал примерно в то время, когда и вышел Resident Evil 2. В них была наклейка, на которой было написано, выиграла роль в фильме. Думаю, кто-нибудь говорил типа «Эй, я выиграл роль в этом фильме». Но и сразу после этого пошли слухи, что Джордж Ромеро может быть режиссером этого фильма. Затем прошло 7 месяцев после релиза, когда официально объявили, что он закреплен за ним. Так что это было странное время, когда ходят слухи, и когда есть интернет, вы не знаете, что является правдой, а что ложью. Некоторые люди якобы располагали инсайдерской информацией. Некоторые сообщали о слухах. Поэтому очень трудно понять, что было первым. Но я знал, что будет фильм, как только поиграл в Resident Evil 2. Ведь это было написано прямо там, на коробке. Да, это имеет смысл. Расскажи мне, когда ты узнал об этом, насколько ты был взволнован, что ты хотел увидеть в фильме, чего бы ты с нетерпением ждал, когда представлял себе фильм «Обитель зла»? Что бы это было? Было бы это что-то оригинальное, или что-то связанное с играми? Я сразу же начал искать в интернете, чтобы найти больше информации об этом. А затем узнал, что это будет адаптация первой игры. И поиграв в нее сразу после второй части, я просто подумал, «Вау, это будет действительно круто! Жуткий особняк, много монстров и зомби. Вы знаете, подумал, может быть, там будут яркие цвета». И действительно не знал, чего ожидать. Но вроде как представлял себе немного похожее на то, как Ромеро делал свои фильмы. Например, «День мертвецов» с оттенками цвета из «Рассвета мертвецов». И это очень взволновало меня. Тогда я подумал, что они скопируют некоторые идеи из игр и внедрят их в фильм. Я просто хотел увидеть тирана, охотников, которые преследуют персонажей. И я надеялся, что у них будут головоломки. Вы знаете, правда, очень трудно испытать то же самое чувство, которое было у вас, когда вы впервые играли в Resident Evil. Страх перед неизвестным, клаустрофобия, потому что оказались в ловушке в маленьких комнатах и узких коридорах. И вы не видите, что ждет вас за углом. И это было действительно интересно. Игра создана для того, чтобы вселить страх в игрока. Да и я надеялся, что тот, кто в конечном итоге будет руководить проектом, привнесет, если не лор, то, по крайней мере, тот же тон, темы и то чувство, которое вы получаете, играя в совершенно новый Resident Evil. Определенно. Да, фиксированные ракурсы камеры, как будто вы играете в фильм, но при этом это игра. И как вы говорили, о ярких цветах и тому подобном. Поэтому, когда вы представляете себе идеальный фильм «Обитель зла», трудно не представить Джорджа Ромеро, который режиссировал бы его. Это было что-то вроде один к одному. Он вдохновил игру, а потом игра вдохновила его. И теперь я хочу углубиться в вашу историю с Джорджем Ромеро, его фильм и то, с чего вы начали. Но я впервые увидел «Ночь живых мертвецов», когда мне было пять лет. И это напугало меня до чертиков. Потом я не смотрел ничего связанного с зомби много лет. Примерно в то же время крутили калейдоскоп ужасов, потому что я помню Лесли Нильсона, Теда Донсона и Гейлен Рос, как персонажи, закопанные в песок по шею, тонут, потом они возвращаются в виде зомби. Я помню эти вещи очень смутно, но смотрел я это посреди ночи. Все это происходило примерно в то время, когда Джордж ничего не снимал в конце 90-х. Этот фильм показывали сначала до конца 90-х. В то время Ромеро было не так уж много, но они крутили повторы. А потом, в 1998 году, я поиграл в Resident Evil и сразу же появляется информация о том, что Ромеро будет режиссером. И я такой, мне нужно пересмотреть фильмы этого человека, чтобы понять, как будет выглядеть этот фильм. И тогда я пересмотрел Ночь живых мертвецов, Рассвет живых мертвецов. Я посмотрел ремейк ночи, я купил День мертвецов на видеокассете, и мне понравились все эти фильмы. Я просто впитывал его работы и любил все, что он делал. В то же время, у меня появилось вдохновение снимать свое кино, потому что я смотрел его фильмы и видел, что он работает с небольшими бюджетами. Но он действительно снимал креативные фильмы, и это тоже подтолкнуло меня на этот путь. Ну и, конечно же, я начал читать статьи из-за того, что он, возможно, будет режиссировать Resident Evil, как он дает интервью. Я больше вникал в его мыслительный процесс. И это открыло дверь в его мысли о цензуре и о том, как он снимал фильмы, как управлял съемочной площадкой. Я просто как бы впитывал все знания от него, и у меня появилось большое желание, чтобы он снял это. Да, это имеет большой смысл. Игры с его фильмами, как вы сказали, идут рука об руку. И мне нравится, как вы затронули меньший бюджет, и как это вдохновило тебя стать режиссером. Но это такие фильмы, как «Ночь живых мертвецов», «Зловещие мертвецы». Малобюджетные фильмы, но они очень многое делают с малым бюджетом. И это порождает творческий подход в работе с тем, что есть. Как я уже сказал, чтобы сделать это, ты находишь много талантов, которые у тебя есть, но которых ты ранее не знал. Поэтому я думаю, что фильмы Джорджа Ромеро действительно вдохновили целое поколение режиссеров. Именно поэтому ты сегодня здесь. Так что, если принять во внимание оба этих вопроса, то все-таки, что заставило вас решиться снять этот документальный фильм? Что внутри тебя сказало? Здесь так много информации, которую ты можешь знать или не знать, но я собираюсь это сделать. Я буду тем парнем, который соберет это воедино. Очевидно, у тебя была команда, но когда было принято решение, и что стало причиной, по которой ты решился? Ну, на самом деле, это было так. Расскажу вам небольшую предысторию. Я действительно хотел снимать фильмы, но потом я пошел в армию на 12 лет. Это было своего рода карьерой. А после, когда я закончил службу, я действительно не знал, смогу ли я вообще заниматься кино. Я несколько раз пробовал делать это, когда учился в школе. Так вот, когда я ушел из армии, у меня мало что получалось, и одна из вещей, которой я впоследствии понял, что никто не будет так увлечен вашим проектом, как вы. И, к сожалению, нелегко найти преданных своему делу людей, потому что, знаете, вы им говорите, «Эй, я хочу снять фильм», а затем они отвечают, «Я бы с радостью помог», а потом, когда ты им звонишь, они не отвечают или заняты, или их нет в городе на выходных. Так что, я не смог найти кого-то, кто помог бы мне сделать. И ты знаешь, что я начал вникать в это, наверное, потому что повзрослел. Мне сейчас за 30, а многие из режиссеров начинали, когда они были молоды. Но... А я только начал вести свой YouTube-канал и занимался им какое-то время, примерно пару лет. Я как бы смирился с рецензиями на свои фильмы, но был не удовлетворен своим контентом. Но я сделал видео «Обитель зла» Джорджа Ромеро и не испытал чувства удовлетворенности. Поэтому я хотел переделать его, а затем повторно загрузить на канал. Для этого я провел больше исследований. И затем я связался с Робби Макгрегором, которого я знал из форума «Хоррор из зла». И я немного помог им со сценарием Макклроя, найдя информацию, которая была потеряна в течение многих лет. Потому что знал, что журнал PlayStation Magazine писал статью, в которой рассматривался сценарий. И он как бы был потерян. Поэтому мне потребовалось некоторое время, чтобы отследить доступ к некоторым задворкам веб-сайтов. И в конце концов я нашел его. И тогда, вы знаете, он похвалил меня за работу. И я был очень признателен ему за это. Поэтому я связался с ним и сказал, «Эй, я хочу сделать это видео и подумываю превратить его в более продолжительный документальный фильм для YouTube, в котором мы расскажем больше информации. я чувствую, что ее должно быть больше». Поэтому мы решили объединить усилия. И я подумал, «Может быть, мы расскажем немного о жизни Джорджа Ромеро, поговорим немного о рекламе». Поэтому мы начали исследование и продолжали находить все больше и больше информации. А затем мы нашли кое-что в Германии, где некоторые продюсеры из Константин Филмс говорили об этом. И мы поняли, что у нас ее очень много. все это началось в период пандемии. И как раз в то время они и объявили об архиве Джорджа Ромеро. А за три года до этого он скончался. Они решили создать архив в Университете Питтсбурга, который сохранил все его работы, в том числе и сценарий Resident Evil. Каждый, каждый черновик. Кстати, и сценарий Алан Макклройа тоже там. И я на грани беспокойства все время спрашивал у куратора Бена Рубина, «Эй, когда он откроется?» «Когда он откроется?» И, конечно, пандемия была в самом разгаре. Это заняло еще около 18 месяцев. Так что мы все еще проводили исследование и поняли, если сможем прочитать сценарий, то получим гораздо больше понимания процесса Джорджа Ромера. Найдем и прочитаем сценарий Макклройа. Может быть, есть что-то общее между ними в создании фильма. Поэтому это было еще одно недостающее звено. В тот момент мы действительно осознали, что это должен быть полнометражный фильм, а не как недокументальный фильм для YouTube. Затем я связался с вдовой Джорджа и просто попросил ее благословения на то, что я хочу сделать. Мне бы очень хотелось рассказать эту историю. Я не думаю, что люди понимают, как много всего происходило за кулисами. Да и я просто хочу выразить признательность человеку, который вдохновил меня заняться кинопроизводством. И вы знаете, что она как бы дала свое благословение, потому что ей самой было очень интересно узнать, какая там информация. Так как к тому моменту прошло уже более 20 лет. Поэтому мы начали потихоньку собирать кусочки воедино, находя какие-то идеи, нашли продюсера здесь, продюсера там. Но и в конце концов мне удалось найти человека, у которого была достоверная контактная информация, чтобы связаться с Кэптом о лицензировании. Поэтому я связался с ними и отправил свою презентацию. Вы знаете, я показал им именно то, что я собирался сделать. А затем они официально предоставили мне ограниченное использование лицензионного соглашения. Поэтому у меня была лицензия на использование Resident Evil для целей документального фильма. А затем мы начали получать финансирование, создали нашу команду, и в начале этого года мы собрались и начали снимать его. «Отлично! Ты просто начал тянуть за веревку, и она начала распутываться». Да, да, это было действительно безумие и выглядело как-то странно. Например, как могло случиться одно, а потом что-то другое, и все встало на свои места. Вы знаете, как только мы получили одобрение Кэпком, все точки начали соединяться, а затем все пошло как снежный ком. И мы решили объявить об этом в прошлом году на съезде в Пенсильвании под названием Критча-Фитча Уикенд. И все было в порядке. Мы просто собирались сделать очень маленькое объявление, которое показали. Там были какие-то кадры, наверное, две минуты тестовых кадров. Это больше было похоже на тизер-трейлер, в котором говорилось немного про Resident Evil Джорджа и о нем самом. И это взорвалось. Я узнаю, что Блади Дисгастин пишет статьи, и некоторые сайты начали освещать эту информацию. А затем мне звонит агент и говорит «Эй, у тебя есть представительство и право на распространение?» Также и другие дистрибьюторы связались со мной и сказали «Эй, мы хотим это купить». И тогда я понял «Окей, это точно выстрелит». Это даже больше, чем я думал. И как бы для меня это все еще сюрреалистично. Даже сейчас, когда мы полностью все закончили. Как-то так все сошлось. да, просто то, как все сложилось, отчасти связано с тем, о чем мы говорили ранее. О вещах, которые никогда не случались, о том, что всегда намного интереснее. Как поиск сокровищ. Вот почему я думаю, что это привлекло так много внимания. Потому что все хотят знать, какая история стоит за этим. Ну, вы знаете, как далеко это зашло, были ли какие-нибудь черновики, были ли какие-нибудь сценарии. я просто смотрел фильм сам, там было так много информации, о которой я даже не знал. Я был увлечен ей на протяжении всего фильма, всем тем, что происходило за кулисами. Ты сказал, что есть гораздо больше, чем ты когда-либо думал, про разные вещи. Одной из моих любимых частей документального фильма был трейлер Resident Evil 2, который снял Джордж, и вся информация, которая не была публичной. Скажи, а есть ли что-то в более длинной версии, то, что никогда не было обнародовано. Можешь ли ты нам что-нибудь рассказать об этом? Скажу так, что существуют веские признаки того, что для рекламы было снято больше материала, чем есть в общем доступе. И я как бы общался с тем, у кого еще может быть эта копия. Моей целью является передать ее в цифровом виде и отправить в архив Джорджа Ромеро. Тогда каждый сможет насладиться ею. Знаете, потому что я не хочу, чтобы она исчезла в руках частного коллекционера. Я хочу быть уверенным, что каждый будет иметь к ней свободный доступ. Например, архивы работают с цифровой презентацией, где вы можете просматривать определенные вещи в цифровом формате и скачивать их. И знаете, моя цель обеспечить всему миру доступ к этому материалу, чтобы они могли посмотреть гораздо более длинную версию, которую снял Джордж Ромеро. Сам я не видел дополнительные кадры этого трейлера. Я не знаю, что там вообще есть, но мне сказали, что там более 30 минут. Вау, да, это впечатляет. Очень жаль, что мы так и не получили его фильм, но обнаружили, что есть потенциально 30 минут того трейлера, который он снял. По сути, это короткометражный фильм, который было бы интересно посмотреть. И тот факт, что вы пытаетесь сохранить его, думаю, невероятен, учитывая все то, что я узнал из этого документального фильма. Что было для вас самым интересным во время съемок или во время интервью, которое вы проводили? Вы знаете, некоторые из них были просто личными историями о Джорджо Ромеро. И нам нужно было поговорить с некоторыми людьми, участвовавшими в первой игре, узнать у них некоторые вещи, а также их происхождение, о которых фанаты возможно не знают до сих пор. Например, причина создания Старс, что скрывается под названием Умбрелла. Так что вы получите эти ответы, ведь эта информация поступит напрямую от человека, который их придумал. Нам действительно нужно было получить эти ответы. Чарли Краславский, который играл Криса Редфилда в интро к первой части, он рассказывал нам о том, каково было сниматься в то время. Это невероятная возможность услышать личные истории людей, которые были связаны с Джорджем, то, как этот человек повлиял на них. Вы знаете всех этих людей? Некоторые из них были настолько эмоциональными, как эти люди любят Джорджа за то, что он был замечательным человеком. Вот вы думаете о нем, как о режиссере, но он относился ко всем как к семье и с уважением. И вы узнаете то, что он сделал для этих людей. Он рисковал и верил в людей, которые работали с ним. Вы знаете, я не хочу раскрывать все истории. Он поставил свое имя рядом со Стивеном Кингом, чтобы дать этому на тот момент 21-летнему парню шанс адаптировать сценарий Кинга, который ему очень понравился. Он дал слово Стивену Кингу и сказал, дайте этому человеку шанс. Ему не обязательно было это делать. Он это сделал. Всегда брал людей под свое крыло, и он верил в них. Вы знаете, что он никогда не относился к ним так, как будто они были просто как члены экипажа, как помощники. Он относился к людям как друзьям и семье. Вы реально можете почувствовать потерю, когда они говорят о нем в прошлом. и простите. Это заставило меня уважать его больше. И вы знаете, я научился ценить его больше, чем просто человека, который вдохновлял меня. И это заставило меня захотеть подняться на уровень режиссера, который не просто снимает фильмы, но и помогать другим людям. Я пытался это сделать в этом документальном фильме. Люди закончили школу, но не могли найти возможности работать. Я им сказал, приходите работать со мной. Я хочу, чтобы со мной работали люди, которые будут просто благодарить меня за возможность поучаствовать на чем-то вроде Resident Evil. Я надеюсь, вы знаете, что мы сделали это с ограниченным бюджетом. И я знаю, что это просто документалка. Но мы изо всех сил старались вернуть что-то и дать людям шанс, а также рассказать историю о человеке. И я знаю, что не всем, кто читал его сценарий, он действительно нравился. Но этому человеку абсолютно не безразличен Resident Evil. Он любил Resident Evil. И я знаю, что он внес бы изменения в серию 25 лет назад. И он попытался взять материал и сделать его еще лучше. И обоснование действительно легко пойти и просто сделать стрельбу из оружия, взрывы, также удары в стиле кунг-фу или полураздетых женщин. Это действительно очень легко сделать. Но для мужчины, взявшему эту оригинальную игру и говорившим, что это то, что я хочу показать всему миру, что Resident Evil это не просто видеоигра, и сказать, что это о биологической войне, о военно-промышленном комплексе, о том, что корпорации делают с маленькими городами, и о том, как они просто топчут обычных людей. И это связано со многими темами из других его фильмов. Также рассказать о том, как бросают группу людей в апокалиптичном сценарии, и они не собираются выживать вместе. У него не было большой веры в человечество, что оно сможет объединиться. На протяжении сценария люди знали, что следует делать, а также были люди, которые собирались этим воспользоваться. И он действительно вникал в отвратительные вещи, на которые Амбрелла готова пойти, чтобы скрыть свои незаконные исследования, и то, как они планируют использовать вирус, который может полностью уничтожить человечество. И мне нравится, как он переделал это ощущение апокалипсиса в клаустрофобных бетонных лабораториях, где вы чувствуете то же, что вы чувствовали, когда впервые играли в эту игру. и этот человек действительно был озабочен этим, и он был опустошен, когда не получил одобрения, потому что он понимал, что это за игра. Даже если он вносил изменения, он просто пытался сделать из нее фильм, и еще больше раскрыть эти темы. Да, да, когда ты так эмоционально говорил о Джорджи и об этом опыте, я почувствовал, что как будто смотрел фильм, и то, как ты вдавался в личные подробности, и ты знаешь, к сожалению, фильм не вышел, честно говоря, я думаю, что Джордж хороший человек, и именно поэтому его наследие любят миллионы. Оно заключается в том, что вы знаете, кем он был, не только как режиссер, но и как человек, и я действительно чувствую, что вы почтили это наследие и прекрасно рассказали эту историю Resident Evil Джорджа Ромеро. Я просто думаю, что это невероятный фильм, который понравится поклонникам Джорджа Ромеро, фанатам Resident Evil, и просто поклонникам ужасов в целом. И вы знаете тех, кто видел, как Джордж снимал фильмы. Это просто увлекательно. Так что, Брэндон, спасибо еще раз большое, что нашел время сесть со мной и обсудить это. Я действительно думаю, что ты проделал со своей командой фантастическую работу над этим документальным фильмом. Теперь вы действительно почтили наследие Джорджа. Брэндон, есть ли какие-нибудь элементы сценария Джорджа, которые вошли в фильм? Последнюю информацию, которую мы получили, я бы не сказал, что она является эксклюзивным черновиком Ромеро, потому что там также есть всеобъемлющая идея. Похожая концепция, которую, я думаю, Константин Филмс хотели реализовать, а именно идея подземной лаборатории «Солдаты» и сценария Ромеро, где есть один или два персонажа, которые не являются солдатами. так что у вас есть сторонняя точка зрения, потому что это было в сценарии Джорджа, затем появилось в фильме Андерсона с Эллис, с Пенсом и с Мэттом. Так вот, эти левые персонажи с группой солдат уходят в подземную лабораторию с зомби, так что у них было примерно то же самое. Это и послужило в качестве соединительной ткани и сценария Джорджа. Очень интересно, и это только одна из многих вещей, которую вы сможете увидеть в документальном фильме. Брэндон, как выглядит будущее вашего фильма Resident Evil Джорджа Ромеро? Но я надеюсь, что фанатам действительно понравится тот объем работы и информации, который мы вложили. Также я надеюсь, что... Также я надеюсь, что мы выпустим его на Blu-ray, потому что это часть нашего соглашения о распространении попытаться выпустить физический носитель. Это будет следующим вопросом после выхода фильма. Blu-ray, ну или что-то похожее. У нас есть много вырезанного материала, например, интервью, которые не вошли в фильм. Также у нас есть футажи воссозданных вещей, которые мы тоже не включили в свою документалку. Эти дополнительные кадры просто не подходили к той версии фильма, которую мы сделали. Мы отсняли около 28 часов видео. Сначала мы сократили фильм до 4 часов, затем до 3,5, потом до 2,5, и это продолжалось, пока не вышло то, что вышло. Я надеюсь, что когда выйдет Blu-ray, люди увидят расширенную версию. Как бы выглядел фильм, если бы он длился около 2,5, 2,5, 3, 4 часа. Ведь этот темп был не очень хорошим для фильма, и они оценят весь материал, дополнительные особенности, удаленные сцены, которые собраны воедино. Брэндон, мы сейчас поговорили про Resident Evil Джорджа Ромеро, но что вас ждет дальше? Хорошо, но когда мы закончили фильм Resident Evil Джорджа Ромеро, мы сняли еще один под названием Black Top Summer. Это слэшер в стиле фильма Плотник. Также мы готовимся к производству еще одного фильма под названием Свист Клёном, который является фильмом ужаса. У меня есть несколько сценариев в разработке. Я стал партнером одного из учеников Джорджа Ромеро и еще одним человеком. Мы все как бы собрались вместе и создали фильм Рыцарь Смерти. Так что мы все работаем вместе, чтобы сделать эти проекты в духе Джорджа Ромеро. Так же как он вдохновлял других людей и брал их под свое крыло. И мы хотели воссоздать этот независимый дух создания фильмов. Так что у меня есть один проект, над которым я работаю и пытаюсь договориться о правах на него. Это заинтересует фанатов Resident Evil. В настоящее время ведутся переговоры. Я с нетерпением жду возможности объявить об этом. Также есть пара других проектов, которые медленно входили в разработку. Поэтому я думаю, что в течение нескольких следующих лет мы опубликуем больше материала, потому что этот документальный фильм про Ромеро занял около четырех лет моей жизни. Я надеюсь, что мы ускоримся. Теперь у нас все на месте. У нас есть художники по спецэффектам, операторы, мастера. У нас есть все, что нам нужно. И мы начинаем делать один проект за другим. Мы сделали презентацию. Это было доказательством концепции фильма «Рыцари на колесах 2», который является сиквелом первой части Джорджа Ромеро. Я был продюсером этого проекта, а написал и срежиссировал его Джордж Демик, который является учеником Ромеро вместе со своим сыном Карсеном Демиком. Я познакомился с Джорджем Демиком благодаря документальному фильму, и мы стали хорошими друзьями. И тогда мы собрались вместе и решили создать эту компанию. Мне нужно было воплотить в жизнь свою мечту, сняв этот документальный фильм, в котором было ощущение, что это Resident Evil. Я говорил им, что снял этот фильм, и теперь я хочу помочь вам. он был очень увлечен фильмом «Рыцари на колесах». Он никогда не забывал, что работал с Джорджем Ромеро, и он влюбился в «Рыцари на колесах», и всегда хотел снять продолжение этого фильма. Поэтому мы много работали за кулисами, пытаясь зафиксировать все на месте. Мы надеемся, что это продвинется вперед, а может и нет. Вы же знаете, что это бизнес. Но мы действительно верим в то, что пришло время получить еще одних «Рыцарей на колесах» и вернуть многих людей, которые участвовали в этом. Мы продолжаем это делать. А теперь мой секрет. Получить права на видеоигру. Я работаю над другими вещами, и я думаю, что фанаты будут в восторге от того, что будет дальше. Хочу повториться, что была проделана фантастическая работа над проектом Resident Evil Джорджа Ромеро. Удачи во всех твоих будущих проектах. Я уверен, что они будут великолепными. Так что спасибо, Брэндон, за то, что нашел время поговорить с нами сегодня. И да, с нетерпением жду этого релиза. Редактор субтитров